Снега в Сургуте мало, а вот льда хватает. К такому выводу пришли резчики льда из Перми, которые уже оформляют будущие ледовые городки на семи площадках города. И, кстати, сургутяне выбирали сами интернет-голосование. Все работы, как обещают скульпторы, будут завершены к середине декабря. Оперативно их планируют проверить на предмет безопасности, чтобы пустить туда маленьких сургутян. Резчики приоткрыли завесу тайны. Ледяные скульптуры в этот раз сделают по мотивам сказок «Союзмультфильма» не обойдут стороной тему 90-летия Югры. Подробнее расскажет Ольга Предоха. Все смешалось. Кругом льдейные из таких блоков. Через пару недель вырастут хрустальные Дед Мороз со снегуркой, резные заяц и волк из любимого «Ну, погоди». Есть и сюрпризы. Эскизы скульптур к 90-летию округа хранятся в строжайшей тайне. Их согласовывали с мастерами ледяной сказки несколько месяцев. Не каждый скульптор может работать. Часть ребят у нас пришло к нам из камнерезов, скажем так, кто умеет работать именно с гранями, с огранками. Часть пришла из художественных школ. Поэтому здесь ребята работают, ну скажем так, из Пермского края, из Удмуртии. Попозже, наверное, подлетят ребята из Москвы и из московского региона. Лед на площадке завезли заранее. Он тоже готовился по правилам. Рассчитывалась плотность воды. В водоеме. А еще температура заморозки. Чтобы каждый блок был чистым, специалисты даже изучали поверхность дна. Говорят, если он илистый, то кристальной прозрачности добиться не выйдет. Много нюансов и в работе монтажников. От их укладки блоков по 400 килограмм каждый зависит и прочность конструкции и геометрия линий. У меня подушка, на которой ставится лед. Лед поставили, выстрелили по уровню, проливаем его водой, чтобы он схватился. Сколько нужно времени, чтобы горку возвести такую? День. День? Даже чуть меньше, конечно. Горячо, если даже не сказать, что жарко, на семи площадках Сургута. Ледовые городки в этом году ставят пожеланиям граждан на тех местах, за которые они отдали свои голоса накануне. Больше всего сургутяне ждут ледовые городки на центральной площади и в парке Кедровый лог. Это новые общественные пространства. Их открыли минувшим летом, но они уже успели полюбиться горожанам. Скульптуры появятся, кроме этого, и по проспекту Мира, в пойме Аби возле парка «Россия. Моя история», а еще в сквере детства. Всего на новогодние площадки власти Сургута потратили около 8 миллионов рублей. Подрядчик у нас, значит, уже сегодня получил эти места. Для него они не новые, поскольку подрядчик у нас, в принципе, тот же, который на протяжении уже нескольких лет выигрывает аукцион. Территория знакомая ему, площадки знакомые. Да, есть новое место, площадь Сургу, с ней индивидуальные, он будет работать. За лирическими вопросами зимней сказки власти города обещают не забыть самый важный для них вопрос безопасности. Каждую горку, ледяную фигуру и снежные скульптуры, прежде чем открыть для общего пользования, они проверят по всем правилам. Есть определенный уклон. Как правило, это от 35 до 45 градусов. Соответственно, все горочки подпадают под гост. На каждую горку оформляется отдельный паспорт. Ждать новогодней сказки с ургутским ребятишком осталось всего-то две недели. По прогнозам синоптика в конец декабря в городе будет не слишком морозным, а значит, можно будет вдоволь нагуляться и рассмотреть каждую скульптуру.